Приветствую вас. Видите ли, какая интересная получается история. Приступы агрессии, это почти всегда, с одной стороны, защитная реакция против чего-то. Против чего-то или кого-то. С другой стороны, это ваши скрытые желания, такие вот подавленные желания. Не обязательно это что-то такое конкретное. Да, я говорю скорее о, скажем так, потребности в отреагировании. И потребности в отреагировании того, что вам хочется, например. То есть есть какая-то история, есть какая-то ситуация, которая вами в полной степени не реализуется. И, соответственно, происходит накопление, накопление, накопление именно того, что вам, ну того-то вам хочется, того-то вы хотите. Видите, вы пишете, что на протяжении двух месяцев такая история происходит. Именно на протяжении двух месяцев, то есть это происходило не постоянно. С вами это происходит относительно недавно, да, два месяца это не такой, на самом деле, большой срок. Вот, хотя, конечно, и достаточно длительный. Вот, значит, нужно, нужно понять, нужно понять. Что у вас произошло два месяца назад, что вы, ну, стали агрессировать настолько сильно, что возникла даже аутоагрессия? А вот, то есть, ну, вы чувствуете, чувствуете аутоагрессию. Вот. То есть аутоагрессия, это когда человек пытается сам себе причинить вред. Вот. А тут вот, конечно, нужно выяснить, почему вы себе, именно на себя у вас проецируется это. А тут могут быть как какие-то травмирующие истории. Два месяца назад, например, тут может быть аутоагрессия. И так, и это может быть следствие каких-то внутренних ваших противоречий, которые не имеют возможности, значит, ну, разрешиться. По той или иной причине. Вот. Так или иначе, в любом случае, подобный симптом является достаточно серьезным. Ну, вот, то есть, если с ним, там, к примеру, да, если с ним, ну, ничего не делать, то могут быть проблемы. То есть, в дальнейшем ситуация, ситуация может развиваться негативно по негативному сценарию для вас. То есть, агрессия может увеличиваться, ну, и так далее. Вот, значит, смотрите, убирать. Да, убирать. А убирать подобные симптомы ни в коем случае не нужно. Вот. Потому что они свидетельствуют, они свидетельствуют о том, чего вы хотите, о том, что вам нужно, о том, в чем вы нуждаетесь. Поэтому ни в коем случае нельзя стремиться убрать это. Вот. Ну, можно зато раскрыть. Да, то есть, сделать анализ вашего, например, жизненного пути, да, и посмотреть, ну, как так вышло, что вы вот пришли к этому, да, пришли к такому состоянию. Значит, своему. Вот. И, соответственно, можно будет уже что-либо с этим делать. Вот. Ну, в зависимости от того, с чего вы хотите сами. Вот. Вот, в принципе, такая история, вот, в принципе, такой можно дать вам ответ. Надеюсь, что это было для вас полезно. А, соответственно, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете обратиться ко мне в личку. Я буду рад помочь вам. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо.